Уникальная возможность посмотреть матч «Зенит-Динамо» выпала воспитанником детской колонии в Колпино. Ребята смогли не только насладиться любимой игрой, но и встретиться с футболистами. Для воспитанников исправительной Колпинской колонии этот матч стал самым настоящим новогодним подарком. На ожидаемую игру «Зенит-Динамо» отправилась команда ребят-победителей нескольких футбольных турниров. Несмотря на то, что сегодня молодые люди находятся в местах лишения свободы, они не только исправляются, но и развивают спортивные достижения. Наши ребята неоднократно выезжают за пределы колонии и принимают участие в спортивных мероприятиях. Так, например, буквально на позапрошлых выходных мы приняли участие в футбольном турнире среди юношеских команд по дворовому футболу, который проходил в городе Гатчине. Участвовало 8 команд, ну и наша команда заняла первое место. Регулярные тренировки и командный дух объединяют и настраивают ребят на победу. Перед матчем у мальчишек была уникальная возможность побывать на автограф-сессии, где вратарь петербургского «Зенита» вручил им памятные подарки – мяч с автографом любимых игроков и промо-открытки. Я первый раз на такой большой арене, ну что он расписался на мяче там, там тренер тоже расписался, ну очень понравилось, были такие хорошие эмоции. Готовился с самого утра, ждал, нервничал, думал, когда поедем. Ну, долгое время начало идти, когда какого-то события ждешь. Мы ждали с мальчиками, с пацанами, думали, когда уже долго слишком время шло. Думал, что «Зенит» выиграет, желаю удачи, победы. Я не думал, что попаду на мероприятие такого большого масштаба. Я очень рад. К нам приезжает тренер, зимой сейчас посложнее, там более, ну все в снегу, а летом каждый день играли. Получается, ну вот за год мы, ну и два раза проиграли. Приезжали к нам раз, может, 15. Приобщение ребят к спорту, пожалуй, лучшая созидательная программа. Воспитатели и руководство колонии надеются, что такими благими мерами дети, освободившись из мест лишения свободы, вместо наркотиков и криминала выберут спорт. Ведь зачастую молодежь, не имея правильного жизненного ориентира, совершает необдуманные шаги. И здесь крайне важна поддержка общества. Также хочется выразить слова благодарности руководству Офисной России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Волкову Яну Сергеевичу за подготовку и организацию данного спортивного мероприятия. Ну и, конечно же, выразить слова благодарности нашим футболистам, футболистам футбольного клуба «Зенит». Ведь они с радостью согласились встретиться с нашими воспитанниками, пообщаться с ними. Парни получили колоссальные эмоции. Юлия Мнацаканова, Степан Львов, Новости ТБН.